Приветствую вас, уважаемые телезрители! В наши дни многие, и даже, как принято говорить теперь, интересующиеся церковью и религией, то есть приходящие к вере, задают вопрос о смысле почитания Матери Божией, Матери Иисусовой. Смысл этот для таких людей не самый очевиден. Бог Христос – это понятно. Но не слишком ли много места отведено Марии? Не заслонил ли в народном почитании ее образ Сына Божий? Не преувеличена ли эта хвала, эта любовь? Мы имеем в Евангелии от Луки в первой главе с 26 по 35 стихи и еще немножко в 38 стихе удивительный рассказ. Рассказ, который составляет тему и содержание Благовещения, одного из самых радостных церковных праздников. И вот этот рассказ, конечно, беспредельно далек от сегодняшнего рационалистического подхода ко всем явлениям жизни. Прочитайте его, если у вас есть дома Евангелие. Это Евангелие от Луки, повторюсь, первая глава с 26 по 35 и 38 стихи. Так вот, на основании этого рассказа современный самоуверенный человек спрашивает. Человек, которого с самого детства внушили, что все на свете объясняется айфонами, айпадами, интернетом, гуглом, с одной стороны, и теорией прибавочной стоимости с другой, как это ангел является деве и разговаривает с ней. Такого не бывает. Это неправда. Это недоказуемый факт. Так вот, давайте на первый случай согласимся с человеком, который убежден, что он, сказав все это, развенчал религию, обличив ее в ненаучности, вскрыл ее неправду, согласился и в том, что никакая наука айфоны и интернет не докажут нам правды, правды того, что совершилось тогда, да и попросту не сумеет объяснить, о чем он, этот евангельский рассказ, поведанный нам словно детям на нашем же понятном нам языке. Как и не объяснят нам правды другой, свершившийся 19 июля о осквернении логойского образа Пресвятой Богородицы надписью 3%. И это тоже правда. Правда – свидетельство того, что безбожие так и не вышло из души людей, которые уже однажды так сильно пострадали именно от самого безбожия. Оказывается, безбожие никуда не исчезло. И это правда. И это надпись – знак того, что растет новое поколение, которое не помнит, что было еще даже 30-40 лет тому назад. В некоторых интернет-порталах объясняется все просто. Что здесь такого? Это детская шалость. И что самой Богородица это ничего не сделает. Что она, в отличие от сегодняшних священников, отличается милосердием и любовью к людям. Но действительность на самом деле заключается в ином измерении. Человек, способный на святотатство, и совершающий его уничтожает себя сам, обрекая себя на страшные и не только духовные муки. Именно об этом и говорится нам, например, в Акафисте предыконую Божию Матери Скоропослушница. «Там трапезарь Нил лишь ходил пред иконой неблагоговейно, и лишь за неблагоговение он обрек себя на слепоту, пока не раскаялся слезно». А здесь уже и речи нет о благоговении. И это, увы, правда. Много кто из молодого поколения даже и не слышали такого слова. Или еще печальнее и страшнее не хотят его слышать. «Благоговение же может нарушить нашу свободу. Свободу пить, курить, блудодействовать, свободу быть распущенными и развратными, свободу добиваться своих похотливых целей, даже перешагнув заповеди Бога, используя богохульство и святотатство». А богохульство и святотатство – самоуничтожение, мучительное и страшное. И это тоже правда. Этот человек или группа в порыве своей глупости и похоти думали, что в этом заключается их политическая активность в предвыборные дни. Но на самом деле он или они проявили свою политическую глупость и несостоятельность. Кто бы он ни был или кто бы они ни были, даже во дни, когда многие, благодаря своему материалистическому сознанию, уверены, что нельзя сидеть, сложа руки, а надо действовать, и время сейчас не для молитвенных созерцаний и ничего не деланий, а если самого себя не защитить, то и Бог тебя не защитит. Если даже эти люди, далекие от веры и от Бога, думают через призму заповедей божьих, это о чем-то должно говорить и нам и заставлять нас думать. И думая, я понимаю и прихожу к выводу, что молитва является единственным средством нормализации состояния нашего общества. Многие думают, что уровень и качество их жизни зависит от того, кто им наобещает больше. Но истина всегда в Слове Божьем. И каждый день нам Церковь напоминает «Не нагнитесь на князи, на сыны человеческие, в них же не спасение». Это 145-й Псалом. Каждый день Церковь нам это, простите, может, грубо, но верно, вдалбливает в голову, а мы или не хотим, или не можем это принять серьезно. И наша жизнь зависит не от нашего похотливого выбора, а зависит она только от Бога. Знаком этого является и герб города Минска, Пресвятая Богородица, и гербы других городов, например, Витебска, где на гербе изображен сам Спаситель с надписью «Иисус Христос», и абсурдом, духовной несостоятельностью, осквернением и святотатством является использование этой символики в выражении своей обиды на кого-то, как, например, изображение Пресвятой Богородицы, задержанной Омоном. Это свидетельство того же ментального материализма и упрек ропот прежде всего на Бога. А любой ропот опасен тем, что он всегда может стать плевком и обидой, соприжобной со злобой. И вместо такого кощунства тот, кто сделал надписи на образе Богоматери, лучше бы помолился и покаялся. В это время мы должны прибегнуть к Божьей помощи, помощи всех святых, припасть к Божьей Матери. В любой предвыборной кампании, какая бы она ни была идеальная, не будет до конца правды нигде, так как всяк человек ложь. А правда была, есть и будет только в молитве, в нашем внутреннем воздыхании перед Богом, в признании Его Царства, в признании Его силы, державы и славы. Нет молитвы, нет разговора с Богом, человек сам себя накажет, как упустивший шанс нормальной, естественной жизни. Наше общество должно сплотиться в молитве, а не в святотатстве и обвинении друг друга во всем том, что в это время на самом деле не имеет никакого значения. Этого ищет дьявол. Молитва к Пресвятой Богородице, всем святым, всем святым земля наших просиявших, всем святым Белоруссии, молитва нашей просветительницы и молитвенной заступницы, преподобной матери нашей Ефросинии, Игумени и княжны Полоцкой. Вот настоящий патриотизм, вот настоящая, если хотите, предвыборная борьба. Борьба не друг против друга, а борьба с тем, кто на самом деле является виновником зла и греха. Без Псалтирии, без Евангелия, без Слова Божьего все то, что делается сегодня, перестает быть благородством, а становится грязью. А порой и сатанизмом. Сейчас настало время верить в Бога. А тех, кто считает себя детьми Божьими и наследниками Царства, святой апостол Петр призывает. «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». И раз уж я вспомнил душепопечительство святого апостола Петра о нас, хочу напомнить и всем нам особенно актуальные для нас его слова, являющиеся продолжением уже вышеупомянутых. Не думается, что апостол Петр написал их именно для нас. Для меня лично. Это лучшая политическая креда верующего в Бога человека. Первое послание апостола Петра, вторая глава, с 11 по 25 стихи. Прочитайте. «Эти слова между строк призывают нас не делать из своих политических убеждений религии, уродуя свою духовность, замещая Бога на человеческие личности. Мы призваны прежде всего помолиться, сознательно исполнить свой гражданский долг мирно, достойно, с верой и надеждой, что все в руках Божьих и принять от Бога его волю, зная, что власть земная, она земная и все равно временная, и призвано наводить порядок в земном. А Царство Божие, которое является высшим и религиозным, и духовным порядком, всегда вечно для нас, с нами и между нами». Субтитры создавал DimaTorzok